МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Плюсы и минусы». С вами снова я, Ольга Бабаянс. Сложную сегодня тему мы избрали. Сложную, которая уже очень сильно на слуху. Но прежде всего я хочу сегодня обратиться ко всему народу мира. Во-первых, в очередной раз произошел террористический акт. И где? В центре, в сердце Европы, в Бельгии, в Брюсселе. Соболезнования мы приносим всем тем, кто похоронил и будет хоронить своих погибших людей. Вы знаете, терроризм – это проблема не только нашего тысячелетия. Это проблема достаточно серьезная. Но просто мне сейчас кажется, что мир сходит с ума потихоньку. Потому что если в центре Европы, в сердце Европы случается такое, то практически никто не защищен от таких ситуаций. И мне хочется тоже предупредить наших украинцев. Где бы вы ни были, будьте осторожны, будьте бдительны. И если вы находитесь в опасных местах, всегда помните, вы должны себя защищать сами в любом случае. Ну что ж, а сегодня мы действительно хотим поговорить об очень серьезных вещах, о проблемах, которые тревожат каждого украинца. Я не побоюсь этого слова, потому что каждый украинец от мала до велика должен есть, должен питаться. Это прежде всего. И мы всегда говорим о безопасности, о национальной безопасности, о продовольственной безопасности. И вот сейчас, мне кажется, тот момент, когда мы находимся на грани нашей продовольственной безопасности. Сегодня у меня в гостях замечательный молодой человек Юрий. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Юрий. И он поможет нам сегодня разобраться в том, что же сейчас происходит. А тему мы избрали – наша продовольственная корзина, наш уровень, наш прожиточный минимум. И эта тема, которая, вы поймете, тревожит всех нас. Мы проводим сейчас интерактивный опрос. Внимательно будьте, посмотрите на экран, будьте внимательны. Есть два телефона и вопрос – повысится ли прожиточный уровень в Украине. В конце передачи мы посмотрим, да или нет. Вы принимаете решение это сами. А пока слушайте, смотрите. 737-7310 – наш телефон. Мы в прямом эфире. Будьте активны. Потому что я убеждена, что мы сами создаем свое будущее. И в том, что происходит, где-то есть вина каждого из нас. Юра, мы с вами давно уже и обсуждали, думали над этим и говорили о том, что вот сейчас готовится. Украина живет, в общем-то, по своим каким-то специфическим законам. И еще в 1990 году у нас была так называемая, украинскому так звано, продовольчая корзина. То есть или продовольщие кошек, або продовольственная корзина, который кто-то… Я хочу просто… Ну, это было давно, но я бы хотела видеть тех диетологов, которые так здорово и мастерски составляли продовольственную корзину. Хотя, все-таки, если мы будем сравнивать 1990 год, когда формировалось это количество и всякие проблемы, и наш, уже нынешний, 2016 год, конечно, это абсолютно разные вещи. И то, что, может быть, казалось в те времена еще более-менее приятным, ну, как достаточным, да, то сейчас это, естественно, недостаточный. Давайте будем разбираться, что сейчас заложено для украинцев в этой самой продовольственной корзине. Что? Если мы говорим о размере прожиточного минимума, то он сейчас у нас составляет 1611 гривен. И это мы очень хорошо знаем. Я хотела бы тоже посмотреть на наших, можно, владцев, да, которые могут прожить вот на такое количество. Вы молодой человек, вы имеете тоже свои какие-то приоритеты, интересы. Скажите, пожалуйста, не секрет, у вас зарплата выше прожиточного минимума? Выше. Выше. А скажите, а что вы себе можете позволить вот в это время? Посмотрите, если мы разберемся так, прожиточный минимум, продукты питания, непродовольственные товары и дальше, дальше, дальше. И вот у нас как раз была таблица, и передо мной вот лежит сейчас эта табличка, которую я просматривала. Но тут цифры как-то они не играют совсем, потому что, например, на водоотведение нам отдано 17 гривен 45 копеек, на водоснабжение 25 гривен 12 копеек. То есть из того, что мы платим, а газоснабжение вообще чудеса 92 гривен 31 копеек. Понимаете, это цифры, которые они не вписываются ни в какие стандарты, ни в какие нормы. А скажите, пожалуйста, вот вам, как вы распределяете свой прожиточный минимум? Ну, где-то около 50% выходит, конечно, на продукты питания, это понятно. То есть у нас в связи с подорожанием цен, как бы на все, даже на товары первой необходимости, то есть очень большая часть уходит на продукты. Но на стоящее счет, квартплаты и так далее, то есть там на личное пользование довольно мало остается свободных денег. Понятно. А скажите, посещать театры, ходить на концерты, позволительно ли вам с вашей зарплаты? Ну, не более раза или двух в месяц, то есть не часто. А какую вы считаете зарплату должен получать украинец? Среднестатистически, вот с высшим образованием, ну, в общем, какая бы зарплата вас удовлетворила, чтобы, то есть вот этим вот потребительской корзиной было вам достаточно, да, для того, чтобы нормально существовать, не болея? Ну, думаю, минимальный уровень от 10 тысяч гривен. От 10 тысяч? Да. Друзья, дорогие мои друзья, 1611 гривен – это то, что отведено нам. 10 тысяч – то, что, в принципе, это правильная цифра. Юрий правильно сказал, потому что 10 тысяч гривен сегодня, особенно если перевести это все в доллары или в евро, то есть в настоящую хорошую валюту, это, конечно, ничего. И если мы сравним сейчас вообще продовольственные корзины разных стран, я проводила анализ, пересмотрела все, что есть. Вы знаете, что мы находимся на втором месте? В плохом смысле этого слова. А впереди нас только Кения. И если сравнить, сколько продуктовых корзинок может купить в год тот или другой житель той или другой страны, я вам скажу так, что 5,1 корзины может приобрести себе кинейц. При том, что средняя зарплата, переводя на наши гривны, 2100 гривен. Второе почетное место, в кавычках, занимает Украина. При том, что мы можем иметь только 5,7 корзины, вот этого минимума, и 2526 гривен средняя зарплата. Однако же, 2526 средняя зарплата, прожиточный минимум 1611 гривен. У нас 70% людей существует на такую зарплату. 70%. И чем дальше, тем будет хуже и страшнее. Если мы сравним такие продовольственные корзины, то такая страна совсем недалекая от нас. И страна, которая чуть-чуть отличается от нашего по бегу в Евросоюз. Это Польша. 29,4 корзины. И знаете, какая средняя зарплата на нашу гривну? 16102 гривны. Разница есть, правда? Конечно. Сравнить нашу и польскую. Я не говорю уже о развитых странах. США, Великобритании, Франции. Там вообще безумие. Просто мне страшно произнести, сколько корзин может купить житель Англии. А это 47 корзин. Считайте, 47 корзин и 60 409. Это наших гривен. Вы представляете себе такое? Если, конечно, просматривать эти вопросы более глобально. И хочется, чтобы, конечно, очень хочется, чтобы наши жители хоть как-то понимали, что если мы сейчас будем молчать, если мы не будем реагировать на такую ситуацию, конечно же, конечно. Мы будем трудно выживать. И проблем у нас будет значительно много. Если мы сравним средние цены по Украине на основные продукты питания. Юра, вот смотрите. В 2008 году. В 2008 году. Вы помните это немножечко? Достаточно было благополучное время. Доллара у нас тогда был, по-моему, по чем? Около 8 гривен, по-моему. По-моему, нет. По-моему, еще на уровне где-то 4 с чем-то. Что-то такое. Очень было благоприятное время. Но тогда, в общем-то, мы себе достаточно много могли позволять. Мы могли использовать продукты питания и рис, и крупы нормально. И с мясом у нас были проблемы. Не было проблем серьезных. А вот если мы сравним средние цены сейчас и определим процент удорожания. Причем это данные не на 2016 год, а данные на март 2015 года. У нас удорожание, ну давайте по самым основным продуктам питания. Хлеб пшеничный и жидний. 379% и 389%. То есть 390% удорожания хлеба. Основного продукта питания наших людей. Если мы сравним мясные, то 320% телятина, 275% свинина. Даже банальная курятина. Банальная, которая уже как бы продукт каждого украинца. Она составляет 255% удорожания относительно 2008 года. Вы знаете, что самое ужасное? Что цифры эти выросли в последние годы. Вот в последние два года. У меня вопрос к нашему правительству всегда остается. Потому что вопросы власти надо задавать. Власть или слуги народа. Если власть, надо беречь свой народ. Если слуги народа, тем более надо этот народ беречь. И его как-то приводить не к катастрофическому финалу. А к хотя бы минимальному, я уже не говорю процветанию. Хотя бы удержанию какого-то периода. Юра, у нас премьер постоянно повторяют. У нас министерство экономики повторяет затянуть пояса. Как вы относитесь к этому принципу? Негативно. Правильно. В том числе, затянуть пояса. Причем, как бы правительство не может жить скромнее. Почему они предлагают народу? Не могли бы свои зарплаты резать, в первую очередь? Чтобы показать пример, что мы можем прожить. Почему бы не можете? Ну, хорошо. Затянуть пояса. Да? Затянуть пояса. У нас уже все украинцы затянули пояса. То есть, без приглашений, без требований у нас пояса затянуты. Но вы понимаете, что если мы затягиваем пояса, мы потребляем прежде всего. То есть, человек может прожить без лишней пары трусов, извините за выражение. Там лишней пары колготок. Человек может выжить в ситуации... Ну, нам даже уже, если мы так возьмем... Мы об этом в этой передаче сегодня не будем говорить о наших других проблемах. Мы сейчас говорим только о продовольственной проблеме. Но, с другой стороны, мы можем обойтись без некоторых элементов. Да? Но без еды человек умирает. То есть, это нормальный физиологический процесс. И если без еды человек умирает, так надо разобраться, сколько это еды ему необходимо. Да, у нас звонок в студию. Нет, нет. Давайте теперь разберемся. Давайте разберемся, что у нас составляло потребительскую корзину в 90-м году. Хлеб, белый или черный, нам требовался 260 граммов в сутки. Так? Мясо – 115 грамм. В сутки. Колбасы. Даже у нас колбаса была. Однако 25 грамм. Но 25 грамм – это абсолютно мало. Это абсолютно ничего. Главное, что сало нам предполагалось использовать. 5 грамм всего лишь. И смотрите, население у нас, то, что мы называем, да, трудоспособное население. Это мы с вами, это молодые, крепкие люди, которые еще могут, и которые должны прекрасно, должны употреблять всякую пищу полезную. И если мы берем в разрезе, если мы будем говорить о том, что распределим продукты вот по секторам, смотрите, овощи. Ведь это основной продукт, который могут позволить себе сейчас и пенсионеры, и люди разных социальных слоев. Однако в овощах у нас присутствуют исключительно капуста, морковка, буряк, лук, чеснок. Ну, это хороший набор, конечно. Но этот набор – это набор, который не дает возможности витаминизации организма. Это набор, который очень уменьшает нашу и возможности трудиться, потому что для того, чтобы трудиться, надо получать что? Белки, жиры, углеводы. Причем в равных количествах тех, которые нужны для переваривания. Когда я просмотрела набор продуктов нашего питания и обратилась к жирам, какие нам жиры рекомендуют? Вот если в старом, в старом кошике, в старой потребительской корзине у нас было хотя бы сливочное масло, то сейчас мы ограничились маргарином. Я могу как специалист сказать, что если мы будем питаться маргарином, то есть будем использовать в своем питании маргарин, то уровень холестерина у каждого из нас, плохого холестерина, повысится до невозможности. Это закупорка сосудов, это проблемы, это колоссальная, колоссальная проблема. А у нас звонок в студии, и мы должны прерваться, потому что наконец-то наши телезрители уже становятся активными. Здравствуйте, мы вас слушаем и слышим. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Интересная тема передачи с современными ценами на продукты и коммунальные услуги. Денег не хватает на жизнь, и как дальше быть? Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Это действительно вопрос, это трепещущая тема. Мы сегодня не говорим о коммунальных услугах, потому что мы эту тему выносим в отдельную, потому что все сразу раскрыть нельзя. Но все-таки, как экономить на питании? Потому что мы вот уже с Юрием проговорили, что сколько процентов на питание у нас уходит? Ну, процентов 50. 50 больше. У нас на питание уходит 50, 60, 70 процентов. Однако же, то, что нам определено, да, по этому кошику нашему, то у нас не хватает. Значит, мы не можем платить за коммунальные услуги. Либо если мы платим за коммунальные услуги, мы не можем питаться. Хорошо, Юра, скажите, пожалуйста, а как вот, какие, вот даже ответ на наш вопрос, который был, как можно удешевить для себя питание, но не потерять качество? Ну, во-первых, нужно всегда делать список покупок, перед тем, как вы идете в магазин, в супермаркет, то есть сейчас главное не покупать ничего лишнего. То есть если есть какой-то соблазн, то есть четко нужно знать, что нужно, как бы. Ну, и также обдумывать в голове список блюд, которые можно из этого приготовить, чтобы стараться брать какие-то, допустим, мясо, то есть сырые продукты, что можно потом из этого приготовить как можно больше. То есть чтобы КПД покупок был максимальным. Также следить за всякими акциями. То есть большинство супермаркетов проводят акции, ну, также на готовую продукцию. То есть, допустим, после 8 вечера, там, бывают хорошие скидки, там, до 30% на продукцию. Ну, и также некоторые супермаркеты выпускают еженедельные списки с удержанным товаром, то есть акции, то есть тоже за этим можно следить. То есть стараться просто оказаться в нужном месте в нужное время. А вы представляете себе нашу жизнь, если мы будем заниматься исключительно поиском возможностей? Когда мы будем работать, когда мы будем зарабатывать деньги на то, чтобы нормально существовать? Тоже же вопрос и тоже проблема. Подтребительская продовольственная корзина вызывает споры, вызывает негативы очень серьезные. Так? Почему? Ну, мы сами видим, да, вот сейчас прорабатывая вот эти все формулы, мы видим, что, ну, эта корзина, она, в общем-то, ограничивает наши права. Да? Она ограничивает. А что у вас была интересная информация по, все-таки люди борются за то, чтобы эта корзина у нас изменилась в своем составе и количестве? Конечно, один известный юрист, Станислав Батрин, в 2015 году подал в суд на Кабмин. И должны были с 2016 года утвердить новые потребстандарты, но этого не произошло, к сожалению. То есть он проиграл суд. Он проиграл? Да. Извините, Кабмин проиграл суд. Кабмин проиграл суд, да? И там, по-моему, была достаточно приличная такая сумма наша, да? 7 тысяч прожиточный минимум, да? Да, он хотел утвердить 7 тысяч. Ну, это, в принципе, это реальные деньги, это реальная сумма для того, чтобы более-менее прожить. Живом прожить, да. Да, да. Но, с другой стороны, то, что он проиграл, это, конечно, катастрофа, потому как, извините, опять на народ, власть, не обращают внимания. И то, что происходит с народом, мне кажется, что нынешняя власть, как раз не замечает, потому что не замечает, как и очень многое другое. Можно говорить еще о том, что вот сейчас действительно, вот вы сказали на распродажах, но, а не потеряем ли мы качество продуктов? Я уже, честно говоря, сейчас даже не знаю, я путаюсь, я уже не знаю, что больше предлагать, идти в супермаркеты, идти на рынок. Так, и вообще, имея условно, если у нас, давайте попробуем, вот 1611 гривен, прощеточный минимум, разделить его на 30, мы получим сколько? Ну, условно, на 30 дней мы разделили, мы получаем? Где-то гривен 60. Так, вот давайте попробуем на 60 гривен пропитать не только себя, да, ну, допустим, себя, ну, допустим, чуть больше и семью. Ну, это невозможно, действительно. Невозможно. Хорошо, а как вы думаете, если мы с вами пойдем на привоз, и попробуем, если мы с вами должны просто прогуляться, мы возьмем оператора, я думаю, и пойдем в супермаркет, и пойдем на привоз. И мы скупим вот эту вот продовольственную корзину, я думаю, что в нашей, одной из наших передач, я думаю, мы покажем последствия нашего похода. Конечно, мы, вряд ли мы сварим вкусный борщ, и только потому, что сейчас пост, может быть, мы уложимся в какую-то более-менее приличную сумму на этот борщ. Но когда закончится пост, да и не все, в принципе, могут, да, и соблюдают пост, и могут. О состоянии здоровья, конечно, да. Меня тревожит, например, меня тревожит вот эта продовольственная корзина относительно наших детей, относительно наших пожилых людей. Людей, которые больны, которые имеют определенные проблемы в желудочно-кишечном таком. Это другие, диетчики наши. Если мы сейчас возьмем, опять-таки, мы оценим нашу продуктовую, продовольственную корзину, если мы посмотрим, то, конечно, это грустная картинка. И если мы будем, смотрите, вот мы идем, допустим, на базар, мы покупаем, не на базар, мы идем в магазин, нам необходим, ну, каждому украинцу, ну, необходим какой-то хлеб. Правильно, мы не можем без хлеба, и если мы ориентируемся на муку пшеничную, то вот 800 грамм, да, вот на, допустим, на месяц, 800 грамм муки, представьте себе, в продовольствии корзине, и это все стоит 12 гривен. Потом, если мы возьмем хлеб, потому что мы можем взять муки и испечь какую-то лепешку, там, что-то приготовить. Если мы возьмем хлеб, то на месяц нам надо 42 гривны на то, чтобы 5 килограмм хлеба мы купили. Но вы представляете себе, что если мы, наши, у нас будет крен в сторону хлебопродуктов, потому что мы не можем купить себе, вот, пожалуйста, по нашему списку, мы не можем купить себе говядины, свинины, птицы. Я не говорю уже там про колбасные изделия, это, в принципе, может быть, вы знаете, это единственное, что, что колбасные изделия, наверное, я бы действительно вывела из корзины. Лучше бы была возможность покупать больше мяса, и у нас, по-моему, звонок в студию, да? Я не ошибаюсь? Нет? Значит, ошиблась. Есть звонок. Есть звонок. Да, есть звонок. Да, 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 вот я же говорю, я сначала думала, ошиблась, нет. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы сказать, что для того, чтобы проверить стоимость корзины, не нужно ходить на привоз, потому что на привозе так обвешивают. Да, цена будет маленькая, в смысле, может быть, и ниже, чем в супермаркете, но вес будет значительно меньше. На килограмме 300 грамм не будет хватать. Спасибо. 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 И это очень правильно, потому что как раз за привозе, почему я сказала, что мы пойдем на привоз, потому что я как раз думала, что вот мы там в одном месте мы сэкономим, однако мы просто... Да, с торгуемся, договоримся, а с другой стороны абсолютно правильно. Да, 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 наша телезрительница сказала, что нас просто обвесят, и все на этом. Это, значит, не будет взяв обыдок работать. Конечно, да. Ну, дорогие друзья, понимаете, когда мы говорим, что у нас есть наша продуктовая продовольственная корзина, и, кстати, давайте мы-ка разберемся, какие у нас новинки главные в потребительской корзине нашей, какие главные новинки нам придумали. Да, я думаю, что это будет достаточно интересно и увидеть, и услышать. И если мы, смотрите, у нас... Я вот так подумала, что для того, чтобы нормальное существование было у людей, нам надо правильный подбор продуктов. Я хочу обратить внимание, Юра, посмотрите внимательно, посмотрите на нашу табличку. Получается, что рыбы, если раньше, сейчас, да, вот сейчас, до сегодняшнего момента, у нас 2,5 килограмма рыбы было определено на сколько в год. Вы представляете, какой, какая потрясающая вообще цифра. Но тогда, когда вот это 2,5 килограмма определялось, это не значит, что люди ели только 2,5 килограмма. Мы имели возможность съесть 25 килограмм этой рыбы. Сейчас нам определили 9,5 килограмм. Там действительно трогательная забота о населении. Фосфора-то мы получим больше, но, дорогие друзья, фосфора мы получим больше, однако же мы станем мудрее, и тогда власти труднее будет с нами бороться. Значит, я голосую за 9,5 килограмм. Хорошо, давайте разбираться дальше с нашими новинками. Да, ее рассмотрим сейчас на экран, и я хочу, чтобы вывели мы эту нашу замечательную картинку. Вот она есть. Дальше, фосфор. Фосфором мы разобрались, то есть правительство обеспокоилось о том, что мы будем есть много фосфора, но они не подумали о том, что мы сможем им бить морды после этого, после поедания такого количества рыбы. Теперь, пожалели нас. У нас не было у нас в потребительской корзинке ни кофе, ни чая, ни соли, ни специй. Зато теперь мы можем радоваться, потому что аж полкилограмма кофе у нас есть на год. Вы знаете, это даже не четверть чашки раз в неделю в течение года можно выпить. Это запаса максимум на месяц хватит. Спасибо огромное, можем сказать. Спасибо, потому что это трогательная забота о населении. Ну и соли. Соли сколько нам обещают? Это забота. Ну, 3 килограмма соли. Вы знаете, ну это в принципе, чтобы совсем не потеряться, достаточно много. Ну, я бы заменила эти 3 килограмма соли чем-то других. Звонок у нас в студию? Нет. Хорошо. Будем ждать, как говорится. Даже не знаю, как быть дальше. Вот продукты питания продуктами питания. Однако у нас прописано молоко обезжиренное. Вы знаете, дорогие друзья, молоко обезжиренное, я, по-моему, уже как-то рассказывала в своей передаче, что если есть продукт, и это натуральный продукт, то молоко обезжиренное – это продукт ненатуральный. Это продукт уже с определенными проблемами. Потому что не воспринимается человеческим организмом обезжиренный продукт, который должен иметь жирность хотя бы 3,2%. То есть это правильно, это для питания верно. Нам предлагают обезжиренное молоко, причем 65 литров на год. Так? Или мы… А, нет, нам заменят. У нас правильно беспокоятся о нашем здоровье, и теперь у нас мы молоко заменили на кефир. Понимаете, это, честно говоря, вот вся эта… Этот весь ужас не дает спокойно существовать. Потому что весь этот ужас, который сейчас происходит, мы в нем живем. И я думаю, что все-таки стоит нам говорить об этом, решать эти вопросы. Потому что если мы дадим в очередной раз себя вот так наказать, то, наверное, значит мы иначе жить не можем. А очень хочется, чтобы наши люди учились жить даже в таких сумасшедших условиях, учились жить правильно и верно. Юра, скажите, какое у вас есть пожелание вообще-то и какое есть пожелание в связи с такой ситуацией? Вот надо как-то помогать нашим жителям, да, не только нашим Одесситам, а вообще украинцам. Надо помогать разбираться в этой всей ситуации. И снова такие… Мы не настолько бедны вообще-то. Мы достаточно богатая страна, но почему-то мы не умеем брать… Да, мы не умеем брать то, что нам или не возьмем. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача, по-моему, подходит к концу, да? И я хочу увидеть сейчас результаты нашего интерактивного опроса. Да, у нас сколько? 80… Я не… честное слово, ребята, я не вижу. 8. 8%. 8% доверия? Боже, ребята, нет, нет, у нас, по-моему, 8% у нас только доверяют и 92% считают. А вот это вот катастрофа. Вот эти цифры надо довести, наверное, до нашего замечательного кабинета министров. Потому что если вот так вот верят в кабин, так к чертовой матери, пусть они идут уже и приходят новые люди. Наверное, это основное. Хотя придут другие. А какие придут? И это тоже вопрос. Не хочется быть пессимистом, однако же, однако же, будьте бдительны. И дорогие мои украинцы, дорогие мои одесситы, давайте вместе будем строить нашу новую страну. Потому что с таким темпом, с таким ритмом мы потеряем и то, что у нас есть. Но я верю, что такого не будет. Я тоже. Да. Юра, спасибо огромное за поддержку, за помощь. И обещаем, что несколько передач у нас будет обязательно уже в записи и с привоза или супермаркетов. Давайте учиться жить правильно. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»